Полчаса. Много это или мало? Полчаса. Ну, если вспомнить, не думай о секундах, свысока, наступит время, сам поймёшь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. Именно вот так, что-то в этом духе, наверное, звучало в голове, мелодия в ушах в голове мамы из города Новороссийска, у которой заплакал ребёнок, мыло попало в глазки, а воду уже отключили. В крупном российском городе Новороссийск, друзья мои, воду подают всего на полчаса в день. Не задавайте мне вопросы, горячую или холодную, отвечу одним словом, любую, на полчаса в день. Причиной тому, друзья мои, чудовищная изношенность всех коммуникаций, водного снабжения систем. И хочу добавить, я говорю про Новороссийск, только потому, что я вот с одним встретился вчера человеком оттуда. Город крупный, город важный. Сети по снабжению водой, трубы вот эти, они настолько изношены, что там надо менять всё. Что происходит вместо этого? Строятся какие-то дебильные, совершенно ненужные южные потоки в Турцию, которые нафиг никому не нужны, ведь Турция открыла трансанаталийский газопровод, и нафиг российский газ не нужен. Вот, и многие-многие там, не знаю, сотни тысячи километров труб пропадают. А в Новороссийске, где надо поставить заново трубы, гораздо меньше диаметром, дешевле и проще, никто не заботится. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженый. Вот, сейчас вот я сниму ролик, соберу книжечки свои, я три штуки должен отправить, и пойду на почту отсылать. Простите, что не сделал этого раньше, но вот делаю это сейчас. Лучше поздно, чем никогда, на дворе 4 февраля 2020 года, дорогие друзья. И вы знаете, я снимал об этом ролик, но такие вещи необходимо напоминать снова и снова. Мы все, вы все должны понимать и доносить до других, что Россия, РФ, РФ не является суверенным государством ни на единую секунду. Мы являемся колонией, мы раздербанены, и сейчас идет финальный дербан, финальный дербан Руси. Никаких шуток. Гупы и мупы, закон об упразднении которых подписал последним перед своей отставкой с поста премьер-министра Дмитрия Медведева. Совершенно преступный, подлый закон. Собственно, на самом деле, это одна из причин вот этой вот чехарды, перестановки Медведева на Мишустина. Одно М на второе М. Сатанинская буква в данном случае. Гупы и мупы. В Новороссийске сейчас, как и во всех городах Руси, вот все эти дела, все эти управляющие компании, они уже находятся довольно давно в частных руках. И представляете, какой ужас, когда одна компания поставляет воду, а вторая греет ее. И ни одна из них не хочет признавать ответственность за тот или иной участок труб, который необходимо поменять. А у людей реально нет воды. И вот по слухам, это я говорю по слухам, дорогие друзья, как говорят люди, я просто блогер, это мой видеодневник, не более того. Но я передам эти слухи, посплетничаем. Так вот, телекомпания и управляющая компания НУК выводят деньги новороссийцев в строительство жилого микрорайона в городе Краснодар. Как-то он там называется, этот микрорайон, какая-то там чья-то деревня, деревня чья-то. европейская, какой-то европейской нации немцев, что ли. Вот, фиг его знает, что да как. Концы в воду разворовали, распродали, разбежались. Такая тактика. Дорогие друзья, народ, у которого отбирают даже воду, великим право называться не имеет. Нет, мы с вами не великий народ. То, что в Москве, вот в центре, где я сижу, да, я там вам виды с плиткой этой, с Абенинской снимаю, с деревьями по полтора миллиона, каждые немецкими, вот, это вовсе не признак цветущей страны. Это, знаете, такая масочка, напомаженная, крохотного размера масочка, которая натянута на, не знаю, на кончик носа умирающего лица, умирающего человека. Вот. ГУПы и МУПы, государственные, муниципальные, унитарные предприятия, они уже все распродали, вы понимаете, а теперь они просто легализуют этот мега-грабеж Руси, они его просто легализуют. Вот для этого и была отставка Дмитрия Анатольевича Медведева и всего такого. Друзья, да у нас воду, блин, отобрали. Воду, блин, отобрали. В Соединенных Штатах Америки вода – это приоритет. Доступ к свежей воде там гарантирован законом и обеспечивается. В любом ресторане Соединенных Штатов Америки вы можете просто попросить воды, и вам обязаны бесплатно принести стакан воды. И вам принесут стакан чистой питьевой воды. Вот. Это будет не бутилизированная вода с альпийских склонов, но это будет чистая фильтрованная питьевая вода. Там фонтанчики с питьевой водой, вы видели это в куче фильмов, везде стоят. Доступ к воде – это просто априори. У нас отбирают последнее – воду. У нас отбирают чистый воздух. На самом деле, помимо этого вируса, фигируса, волна респираторных заболеваний в Москве, потому что экологические нормы нарушены, превышены многократно давным-давно, и никто не собирается ничего менять. Рабы сидят в стойле. Я не хочу огорчать вас, друзья, я не хочу вам плохое настроение дарить, но я хочу, чтобы вы понимали – это терминальная, финальная, конечная точка. И хочу сказать силовикам. Силовики вас используют просто как, знаете, кусочек туалетной бумаги. Я говорю это совершенно искренне, потому что вы и ваши дети также будете без воды. И не только без воды, без медицины. Они будут оптимизировать, убивать, убивать все, вам как бы в последнюю очередь задушат. Но вас задушат тоже, не сомневайтесь. И будете вы потом собираться в группы и к Владимиру Владимировичу видеообращение писать о том, как вы честно разгоняли оппозиционные митинги, а в итоге сидите без воды, без лекарств, и ваши дети обречены быть рабами без образования даже. Они сперли все, они сперли конституцию. У нас нет закона, друзья мои. Когда вам говорят государство – нет у нас государства. Есть колониальная администрация, чудовищно враждебная к людям. Есть карательный аппарат, чрезвычайно раздутый, на который идет большинство средств из тех, что колонии выделяются на существование. Все доходы от нефти, газа и прочего, прочего, прочего уходят туда, на запад, где и разместились колонизаторы. У этих управляющих есть их руководство. Я полагаю, это может быть семейка Ельцина, другие какие-то, номенклатурочка и прочие вот эти вот, которые в тени любят оставаться. И я видел, видел, они там очень хорошо живут, дорогие друзья, очень хорошо. Но понимаете, там надо платить налоги, и этот уровень хорошей жизни необходимо постоянно поддерживать. И оказывается, что даже вот эти гигантские деньги, которые ты спер из артов умирающих братьев и сестер, даже их недостаточно, потому что запад прожорлив. Операция – колония. Видите, вот эти мелкие, низкие, гнойные, ублюдочные предатели, они не просто пограбят и успокоятся, и оставят нам какие-то крошки. Они не успокоятся, пока не дососут все, все наши жизни, до последней капли кровушки, пока мы им это позволяем. Ситуация в Новороссийске с водой, она уже привела к серьезнейшему недовольству, и недовольству не каких-то там студентов, или каких-то там кого-то там, а всего города. И ситуация близка к взрыву. Я могу лишь сказать одно. Людям необходимо вставать за свои права, отстаивать свои права. Отстаивать. Это первое. Второе. Вода – это жизнь. Можно говорить про то, что стыдно, что в самой богатой пресной водой стране мира 70% запасов пресной воды на территории России. Можно сказать, что стыдно, что вот людям вот так вот полчаса всего воды в день. Нет, это не стыдно. Это диверсия, и это преступление против Родины. А то, что совершил Дмитрий Медведев де-факто, да и де юре, это измена Родине. Это предательство. Предательство нас всех с вами. Поймите, сейчас они будут вам Конституцию, Шмонституцию переписывать. Вот этот закон о гупах и мупах – это в чем-то даже важнее не Конституции, понимаете? Дело в том, что это финальный дербан Руси. С такими темпами, я вам повторяю, через год Конституция, даже переписанная, уже особо никому не будет нужна, поверьте мне. Что ж, дорогие друзья, желаю вам всем доброго дня. Пойду сейчас на почту своей книжки про армию отправлять, тем из зрителей, которые ими заинтересовались. И спасибо тем из вас, кто меня поддерживает. Пишите мне, пожалуйста, комментарии под роликами, подписывайтесь и ставьте лайки, друзья. Пожалуйста, не давайте замолчать вот эту беду, которая в Новороссийске происходит. Не молчите, говорите. Понимаете, в чем дело? Да, власти пофигу совершенно, а не колониальная власть. Да именно каждую из нас пофигу, и на всех вместе пофигу. Мы для них пылинки, ничтожество, биомусор, живая нефть, как угодно. Но для себя-то мы не такие. Каждого из вас, каждого из человеков Руси, я считаю, человеком, имеющим право на жизнь, и на жизнь достойную. Давайте вернем это право себе, друзья. Право на жизнь. Самое главное право. И давайте вернем людям воду. То, что происходит в Новороссийске, это переходит за грань цивилизации. Это фактически загнание целого города в каменный век. У американских военных есть такая присказка, да мы вас забомбим в каменный век. Ну, разрушим инфраструктуру, там все такое. Тут ни одной бомбы не потребовалось. Что это? Как не измена Родине? КОНЕЦ